Возможности 3D-принтеров и научные разработки юных ставропольских ученых вместе дают бионический протез кисти руки. А это шанс на полноценную жизнь для тех, кто стал инвалидом, уверена автор проекта Кристина Нужная. Такой протез позволяет брать любые предметы весом до полукилограмма. Она закрепляется на предплечье, и за счет того, что у человека остается культя кисти руки, протез может совершать захват предметов. А еще есть робот-спасатель, специальные очки для врачей или экспресс-тест для диагностики нейротравмы. Около 20 разных проектов разместились в фойе здания Краевого правительства. Здесь чествуют тех, кто придумал и разработал все эти инновационные решения победителей федерального и краевого конкурса «Умник-2017». За 11-летнюю историю конкурса участие в нем приняли больше 3000 ставропольских молодых ученых, и почти 400 из них стали победителями. Но главное не в количестве, уверена Людмила Кузякова, а в качестве их знаний и умений. Потому что проекты, которые сегодня разработали ребята, они практически стоят уже в полушаге от внедрения в конкретное производство. По итогам конкурса всероссийских «Умников» оказалось 20 человек. А звание «Умника Ставропольского края» заработали больше десятка молодых ученых региона. Кстати, впервые на конкурс своей разработке представили и школьники, например, автоматизированную гидропонику. Освещение и полив у этого растения включаются автоматически, если темно и не хватает воды, а вместо земли – минеральная вата. Это дает плюс к росту растения, то есть корни растут меньше, больше растет сам плод и меньше времени на это все затрачивается. В таких курортных условиях этот куст помидоров за 10-12 дней вырос на 5 сантиметров в высоту. Ну а после демонстрации научных достижений победителей-инноваторов ждали поздравления, а также заслуженные статуэтки и дипломы. Сегодня в нашей стране очень много есть возможностей для реализации своих знаний, своих идей. Часть этих идей мы видим уже сегодня в фойе. И главное, что эти идеи все направлены на то, чтобы улучшить нашу повседневную жизнь. К слову, победители получат грант в полмиллиона рублей. Потратить эти деньги на разработку нужно за два года. Ирина Ивановская, Антон Поляков, Ставропольское телевидение.